Ослик по имени Ласка и енот Мартин. Такие обитатели появились на необычной ферме в Приангаре. Кроме этих животных, на участке живут страусы, шиншиллы и редчайшие фазаны. Как прижились экзотические звери в сибирских условиях, расскажем совсем скоро. В эфире телеканала ТВ. Ком вы смотрите международную программу «Середина земли». Мы знакомим вас с самыми интересными новостями соседних регионов и стран. В студии работает Анна Радимова. Коротко о главных темах этого дня. Артем и Настя. Страусы с такими именами появились на необычной ферме в Приангаре. Опасные конфеты. В Чите трое детей попали в больницу с пищевым отравлением. День панды. Панда Тяньбао отметила свой первый день рождения в зоопарке в Бельгии. Пернатое счастье. Страусиную ферму организовал на приусадебном участке житель Шелихова. Пока в его коллекции шесть редких птиц, разводить в Иркутской области которых раньше никто не брался. Как они приживаются в сибирских условиях. На ферме сегодня побывала наша съемочная группа и познакомилась с необычными обитателями. Артем самый активный и любопытный страус из своих сородичей на этом приусадебном участке. Всего здесь шесть птиц. Как и полагается, у каждого свой нрав. Объединяет их одно. Они принадлежат к южноафриканской породе. Но даже в сибирских условиях прижились хорошо. Сейчас бегают под открытым небом. Перезимовали в обычной стайке. У нас есть Анастасия, у которой очень интересная походка. Она свои лапки выбрасывает, так как не выбрасывает никто. Также у нас есть белка. Она очень крупненькая и прыгала. Всегда прыгучая ее прозвали. Эту страусиную ферму на приусадебном участке решил создать житель Шелихова Андрей Попов. Экзотических птиц привез из Украины. Семья поддержала и помогает по хозяйству. В обязанностях 11-летнего сына Жени кормление птиц. Крапивы они едят, потом овес, дробленку. Заводили страусов ради эксперимента. Исключительно для себя. Ставить производство этих птиц на поток поповы не планируют. Пернатые пока молодые и лишь изредка несут яйца. Вот так в сравнении выглядят куриное и страусиное. Супруга фермера Анна признается, омлетом из одного такого яйца можно накормить всю семью. Полезно также и страусиное мясо. Очень полезное мясо страусиное. Там вообще нет холестерина. Особенно полезно оно диабетикам. Людям страдающим сердечными заболеваниями. То есть мясо довольно-таки такое больше говядины. Оно темное очень и крупноволокнистое. И это не единственные экзотические птицы у шелиховских фермеров. Есть также курица араукана и китайские шелковые. Их несколько десятков. По соседству живут павлины, шиншиллы, кролики, индюки. А еще редчайшие фазаны – румынский и золотой. Новичками в этой экзотической компании недавно стали осли Класка и енот по имени Мартин. Слухи о ферме быстро разлетелись по округе. Теперь дети и взрослые здесь – частые гости. В планах у семьи Поповых обзавестись еще и журавлями. Сад Тамсона зацветет вновь. Особо охраняемую территорию с вековой историей приведут в порядок по приоритетной программе формирования комфортной городской среды. Работы по благоустройству начнутся в июле. Как изменится парк, расскажет Анастасия Цыганкова. Ярмарочные ряды для садоводов, пруд с водными растениями, амфитеатр. Пока проект только на бумаге. В ближайшие три года он будет реализован здесь, в саду Тамсона. Особо охраняемая территория стала излюбленным местом для жителей Ленинского округа. Машины приезжают, пикники устраивают. Ну, бывает, приезжают часто. Хотелось бы увидеть лавочки, спортивные дорожки, площадки для детей, чтобы, когда с детьми приезжают, они просто не бегали и не усырили. Также мусорки, чтобы люди, когда приезжают, мусор просто так не раскидывали, а все выкидывали в мусорки. Автор природно-исторического памятника – латвиец Август Амсон. Он приехал в Иркутск в начале 20 века и в свободное время занимался разведением нетипичных для Сибири растений. Здесь насчитывали 230 сортов и разновидностей яблонь, 47 видов декоративных растений и многое другое. Это первый в Восточной Сибири плодово-ягодный сад. Понимаете? Вот первый. Когда еще в Иркутске, ну что, яблонь и дички росли, да? Ну, у кого-то смородина. И все, это было настолько ограничено. Август Карлович – это вот свою культуру, может быть, вот ту, которую он привез из Европы. Вот он здесь. Это его мечта. Это тоже его мечта. Он много потратил времени. Были разочарования, но ему удалось вот это создать. И знаете, в 30-е годы у меня сохранились газеты, где уже пишут чудо. Иркутское чудо. Сад Тамсона стал одной из 12 площадок в Иркутске, которая будет благоустроена в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Сегодня на месте мэр города Дмитрий Берников провел выездное совещание с участием депутатов городской думы. Архитекторы рассказали, проект будет реализован в три этапа. Первый начнет с этим летом. Сделают ограждение, уличное освещение и площадку для проведения ярмарки. Ничто не должно нам в итоге помешать. У нас не только же сад Тамсона, но и вот это место привести в порядок, историческое место, возродить его. Чтобы действительно, мы много же говорим о том, что Иркутск культурная столица, Иркутск со своими традициями. Но это одно из знаковых мест, которое должно быть действительно служить, продолжать служить людям и будущим поколениям. Мы не должны оставить вот это все дело в таком запустении. В планах воссоздать питомник, где специалисты смогут вновь заняться разведением редких растений. Параллельно будут выращивать и специалистов. Здесь организуют учебные классы для школьников, которые интересуются ботаникой. Это были самые интересные новости при Ангаре. Эфир программы «Середина земли» продолжат наши коллеги из Забайкальского края. Информационную картину дня в регионе представит Вера Асадулина. Здравствуйте. В Забайкале состоялись первые соревнования «Кроссфит» среди пожарных. Расскажите, пожалуйста, в каких дисциплинах соревновались огнеборцы и почему выбрали именно такую дистанцию. Здравствуйте, Анна. Был выбран вид спорта максимально приближенной по силе нагрузки к работе пожарных в реальных условиях. Участникам соревнований предложили ряд этапов. Отжимание, подъем 24-килограммовой гири, развертывание и уборка пожарных рукавов, транспортировка манекена пострадавшего в безопасную зону. В финале дистанции спасатели ждало самое сложное испытание – тяга автомобиля «УАЗ» с помощью каната. В командном зачете победу одержали бойцы пожарно-спасательной части номер 3. И к другим новостям. В Чите трое детей 4, 12 и 14 лет поступили в краевую детскую клиническую больницу с отравлением неизвестным веществом. Старший из детей находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с тяжелой степенью отравления, младший – в отделении педиатрии. Подробнее о состоянии несовершеннолетних и причинах отравления нам рассказали медики и полицейские. Информация о том, что детей госпитализировали в больницу с признаками отравления появилась во всех СМИ 6 июня. Как сообщил следком, четверых мальчиков и девочку доставили бригадой скорой помощи. Из них двоих привезли в первую городскую, остальные попали в детскую клиническую больницу. Двое детей находились в отделении реанимации, один ребенок в соматическом отделении. В настоящее время состояние детей стабилизировано, двое детей переведены в отделение. Сейчас один ребенок продолжается инфузионная терапия, но в принципе дети уже в сознании едят, пьют. Как рассказали дети врачам, плохо им стало после того, как все они съели конфеты. По данным следкома, 17-летний подросток нашел их на улице и угостил остальных детей. Сотрудниками полиции в настоящее время проводится доследственная проверка. Уже установлено, что дети могли отравиться конфетами, которые употребляли накануне. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и где они приобрели данные конфеты. Эксперты проверят остатки конфет, которыми предположительно отравились дети. Следователи в ближайшее время, после выяснения всех обстоятельств, должны вынести процессуальное решение. Марина Герасимова, Анатолий Тюльнев, Анатолий Мишаков. Середина земли, Забайкальский край. Анатомия творчества. В Чите открылась персональная выставка картин московского художника Сергея Чернышева. В экспозиции представлено 25 акварельных работ автора. Одним из первых с ними познакомился Антон Матушевский. Желание, усидчивость, трудолюбие. Вот основные постулаты для молодого художника, считает Сергей Чернышев. В первую очередь, именно для них создана эта экспозиция, которая носит название «Анатомия творчества». По словам автора, если бы он хотел представить именно свое творчество, то выбор работ был бы другим. Более трех десятков акварельных полотен и натюрмортов, графические пейзажи созданы не в разное время и должны показать молодым авторам, что вдохновение, темы для полотен можно найти не только в экзотических местах. Это одна из идей общероссийского проекта «Новое передвижничество», в рамках которого и проводится эта выставка. Мы учим технологии, техники, как нарисовать то или иное. А рисовать и темы для творчества можно найти, конечно, все что угодно. Здесь уже проявляется авторское лицо художника, что он изображает. Кто-то портреты, кто-то пейзажи, кто-то натюрмортов. По словам Сергея Чернышева, ему неинтересно работать в одной какой-то технике или стиле. Их выбор, в первую очередь, диктует тот сюжет, который ты собираешься воплотить на холсте или бумаге. Это он и хочет показать начинающим авторам. Антон Матушевский, Анатолий Мишаков, «Середина земли», Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая, они уже с нами на связи. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Сянджунань. Шанхайский район Синьтяньди – излюбленное место туристов и богемы. Именно здесь обычно разворачиваются самые любопытные арт-события. Нынешняя площадка собрала художников со всего мира, которые через искусство транслируют свой взгляд на современный мир. 7 тысяч пластиковых бутылок понадобилось британцу Эвану Эллисону, чтобы обратить внимание общества на проблему засорения мирового океана. Свою композицию художник разместил у озера Тайпин в Синьтяньди. Я вдохновился образом рыбы, которая изображена на керамике доисторической деревни Баньпо. Моя композиция – это тоже образ рыбы. Я хочу вынести на обсуждение одну из величайших проблем в мире – загрязнений мирового океана. Каждый год в океан попадает 18 миллионов тонн мусора. И это в основном пластик. Большая часть произведений современного искусства находится на открытых площадках, поэтому познакомиться с современным взглядом на мир может любой желающий. Но это не только объекты в центре внимания. Театр танца разместился прямо на мосту, который соединяет торговые центры. Руководит труппой Джо Фонг из Лондона. Для меня очень важно принять участие в этом шоу. Я родом из Великобритании, но мой отец китаец, поэтому в том, что я здесь, много личного и столько же профессионального. Мне хочется донести до Китая мое собственное желание наладить связи. И идея моей постановки в том, как легко и одновременно трудно в современном мире установить контакт с другим человеком. В течение 10 дней мы покажем 16 шоу в общей сложности 173 раза, и практически все из них бесплатны. Идея этого фестиваля – помочь людям почувствовать окружающую среду и атмосферу города. Мы хотим напомнить о том, что нужно заботиться о том, что нас окружает, и делать город более красивым. Искусство сегодня легко транслирует современные технологии. Турецкий художник Гарри Пай на стеклянной платформе создают репродукцию картины Ван Гога «Звездная ночь». Его работа в режиме онлайн отображается на стене одного из местных ресторанов. По-настоящему завораживающая работа мастера в день открытия фестиваля собрала сотни ценителей акварели на площади вечернего Шанхая. Олеся Корзун, Виктория Слепцова, CGTN Любимец бельгийского зоопарка «Панда» Тяньбао сегодня празднует свой первый день рождения. Как и положено, сотрудники учреждения гости подготовили для малыша массу поздравлений и подарки. На праздник приехали и наши корреспонденты. Уголок Китая в парке «Дикой природы» в 50 километрах к западу от Брюсселя. Сегодня здесь в зоопарке «Пайри Дайза» отмечают первый день рождения панды по кличке Тяньбао, что в переводе с китайского означает «Сокровище небес». Это первый малыш гигантской панды, родившейся в Бельгии. Его родители Фао Фао и Син Хуэй были привезены из Китая в 2014 году на 15 лет по случаю визита председателя КНРС Дзиньпина в эту страну. Чтобы отпраздновать первый день рождения, Тяньбао подарили детскую горку. Я пришел сюда, потому что считаю сегодняшний день особенным. Это первый день рождения малыша панды, которым здесь гордятся, ведь он единственный, родившийся в Бельгии. Я радуюсь не один. Посмотрите, как много поздравлений люди принесли имениннику. Панда – это необычное животное, даже загадочное. Их все любят и все хотят потискать. Гигантские панды – это вымирающий вид, и люди должны их спасти. Наш вклад – это лишь малая часть большого дела. Ощущение причастности к нему – ни с чем не сравнимое чувство. Будущее Тяньбао в Китае. Согласно договору, на родину его отправят уже через три года. Не исключено, что воспитанника зоопарка Пайридайза выпустят в дикую природу. Но пока время не пришло, бамбуковый медвежонок будет радоваться подарком. А посетители зоопарка дорожить каждым моментом, находясь рядом с одним из самых знаменитых уроженцев Бельгии. Татьяна Климова, CGTN. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова